Идем по руслу реки, над тополями. Красота! Как мы приземлились, как мы же низко! Смотри, как это делается. Раз! Прям хватаем лапы! Ой, какой он моклый! Почему вам-то хочется летать? Можем! Для того, чтобы выбраться выше горы, нам надо сначала полетать над елочками. Да, что-то мы очень близко к облакам. Ой, еще один орел! Не волнуйся, мне хорошо! Тоже можешь поднять руки, чтобы зрители видели, что никто плавием не управляет. Белки! Походите! Буквай! Ой, а там человек сидит? А вы похулиганин. Так. Вот так. Иху! Иху! Эки, трудики! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Сегодня у нас веселая семейка на полетах. О! Смотрите, сколько их! Уже все полетали, взрослые. Теперь летают менее взрослые. Ну, тоже взрослые, но... Девчата. Диша и Аня. И мы спросим их, почему вам хочется летать? Можем, так как хотим летать. Хотим, так как можем. Хотим полетать, да. Если что-то хочется, так это еще и возможно. Да. Главное, что родители... Встретились на летном клубе. И вот получается так, что приехали сюда спустя 30 лет, когда мы уже большие. И хочется попробовать тоже. И дядя Игорь Волков сказал, что мы можем. Ну, единственное, друзья, проблема у нас, они, конечно, могут. Ну, вот вы посмотрите. Это щебень и свинец. Сейчас мы это будем все класть в наш планер. Друзья, я же делал ролик про шорты. А в ролике про шорты я очень ярко атаковал всех тех идиотов, которые считают, что женщины летать не должны. Ну, вы понимаете, да, что это не так. Я хочу сейчас проверить. Вот некоторые говорят, да ладно, да там они даже не смогут планером порулить. Вот мы сейчас посмотрим. Я сделаю короткую вводную, как управлять планером. Я думаю, что у девочек все получится. А вы будете за этим всем наблюдать. Готовы поучаствовать в таком эксперименте? Конечно, давай. А как вы относитесь к тому, что мужчины иногда считают, что летать женщинам не дано? Ну, это ихнее мнение. Я думаю, что мы можем. Да, я тоже так думаю. А всех тех, кто думает по-другому, мы выразим свое презрение. Сейчас покажем. Да, сейчас покажем. Потому что бывают там всякие там особенные страны, где говорят, что женщины должны сидеть у плиты, там рожать детей и больше ничего не делать. Мы категорически против этого. Ну, она может, если хочет. Погнали! Так, беги-гей, нам нужно срочно на старт выехать. К сожалению, приходится балансировку планера. Категорически сильно менять. Потому что девчата весят по всем программам. Без груза, без мешка щебня, чередниками не покатаешь. Астровка планера влияет на его стопорные характеристики. И мы не хотим, чтобы планер наш вдруг по какой-то причине не вышел из стопора. Мы же топим за безопасности. Итак, как правильно усаживаться? Вот так садимся на борт. Вот здесь вот убираемся, ножки переносим. Себя в чашку засовываем. Очень просто. Пробуем. Нет, нет, нет. Не бросают. Заполняй ни в коем случае. Хорошо. Отлично. Теперь можно более лежачее положение занять. Да. Удобно? Да. Все, точно. Ну и попробуй теперь ручку взять. То есть рука должна на бедре лежать. Ниже. И тремя пальчиками. То есть твои движения будут вот такие, 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 такие. Попробуй. Стоять вот так вот. Да, и вот такие ручки, ручка движения бессмысленная. Паня не будет управлять. От винта. Я чувствую, как орела. Знаете? А, сейчас, потому что я выключаю этот ветер. Давай. Ну, как ощущения? Классная. Ну, уже без мотора. Чтобы лететь куда-то на планере, нужно сначала набрать высоту, потом и тратить. Вопрос творческий. Хочешь облако рукой потрогать? А, можно? Ну, а почему бы и нет? Подальше. Вот так. Хватай облако. Хватай его. Ну, как ощущения? Планер летит ровно. Скорость у него сейчас 110 км в час. Вот, постарайся так и лететь. Отдал ручку. Все. Управление полностью твое. Если ничего не делать, ты видишь, что планер как летел, так и летит. Ну, да. А куда мы хотим? А куда ты хочешь? Планер туда летит, куда нос направлен. Поэтому сделай ручку вправо, сделай крен небольшой. Он как велосипед и как мотоцикл разворачивается. Еще вправо, ручку вправо, чтобы создать небольшой крен. Видишь, нос начал поворачивать в сторону. Вот пусть он повернет на ту гору, которая тебе нужна, и крен убрать. Все. И дальше ты летишь. Дальше он сам. Ну, в принципе... Мы не падаем. Да, но мы не падаем. Вопрос, что нужно, чтобы нос был направлен куда надо. Сейчас ручку вправо сдвинь. Летишь? Да. У тебя не должно крена возникать. Вот ты отпустил, когда управление, возник левый крен. Который привел к тому, что нос отклонился. Друзья, у нас никакой теоретической подготовки не было. Просто сели в планер и полетели. То есть я даже не рассказывал о базовых принципах управления. Потому что, ну, это полет ознакомительный. Опять же, тест. Вы видите, да, что без особых навыков. Вот. И прицеливайся носом всегда вот в эту гору. Молодец. Это главное, что ты не делаешь лишних движений. Проблема пилота обычная, начинающего, в том, что начинает шубуршать ручкой. И делают избыточные движения. Мы летим в гору. Ты же хотела в гору. Нет. Почему? Не прямо в нее. Ну, не прямо в нее. Ну, ладно, я беру управление. Все, теперь я тебя покатаю. Смотри, смотри, как можно. Во-первых, можно лететь в гору. Потому что гора – это энергия. На гору идут восходящие потоки. И мы сейчас выше этой горы выберемся, смотри. Для того, чтобы выбраться выше горы, нам надо сначала полетать над елочками. А, вау. Да. Можно на них приземлиться при желании. Шутка. За проходик немножко высоты набрали, но немного. Сейчас еще проходик сделаем. Видишь, планер прекрасно управляется, если ты понимаешь, как это делать, и существует движение определенное. Красиво? Да. Замечательно. Да. Можешь внимательно смотреть, может, какого медведя или кабана увидишь. Да, я ищу. Они сейчас такие упитанные в меру. Прекрасно. Спасибо. Да. Ну, вот сейчас поток 4 метра в секунду. Что такое 5 метров в секунду? Это мы летим 5 раз быстрее лифта. А почему у тебя пример лифт? Пример лифт, ну, потому что люди знают, как лифтом идет один этаж, второй этаж. Сколько времени требуется на 5 этажей. Вау, я бежала. Да, по-примерю. Да, что-то мы очень близко к облакам. Ой, еще один орел. Друзья, посмотрите, как красиво смотрится над Пиктедуром шапка-облако. Я взял ручку. Вообще, зрелище заслуживает внимания. Вау, а там что-то наверху. Да, там это обсерватория. А вообще, у нас тут снег еще лежит наверху. И барашки, и бараны. Бараны есть туда. Справа, вот видишь, летающие тарелки, это прячется обсерватория в облаках. Через 15 минут будем на аэродроме. Красиво? Все, беру курс на аэродром. Не волнуйся, мне хорошо. Ну вот, сверху. Сейчас мы пониже над ней пройдем. Ю-ху! Выпускаем шасси. Есть. Воздушный торг... Серлов один, директор Дамвинк, лендинг-ус-аус. Все, прошли на очи полосы. И сейчас я подплечу чуть-чуть поближе. Чтоб потом мешком меньше ходить. Проверяю тормоза. Тормоза у нас есть. Съезжаем. Почему? А чтобы развернуться потом на сквозь мильдрат. Ноченьше чуть-чуть притормаживаю и даю педаль полностью. Чтобы планер развернулся и выехал на полосу. Видишь, как я умею. Никакому цирку не снилось. Как ты полетал? Тормоза прикольная. Это дядя, что у вас бруксировал, дали порулить. Порулить дать дал? Да, сказал. Это право, это лево, это вверх. Отчастие занемело. Отлично. Занемело? Занемело очень сильно. Очень сильно. А что ты ей держала такое? Ничего. А я держу такой педаль. Меня сначала смущало, что он медленно летит. Пока ты мне показал, как надо носиком. Ну, хорошо. Ну, вот. Ань, ну тебе легче будет уже? Я. Давай, научи. Как это? Объясни как. Давай, научи меня. Научи. Давай, сестра, ты можешь. Аня, я готова. Ты готова? Я готова. Вперед, это будет больше скорость. Назад, это будет меньше скорость. Соответственно, нос вперед будет опускаться, назад подниматься. Как санки. Чем больше угол горы, тем быстрее идут санки. А это вправо, влево. Все. А это все недавно. Да. И стараешься нежно держать ручку. Если ты будешь держать нежно, она будет нейтралей. Ничего с планером не случится. Потому что она в приброшенной ручке летает. А я ее все время держу? Нет. Когда я разрешу. Когда я разрешу, да. Значит, еще раз. Если вдруг мы захотим выпрыгнуть из планера, вот это вот ремни приездные открываются, в любую сторону поворачиваются. И отстегнутся ремни. Фонарь сбрасывается за красные ручки. Если из-за них в полете потянуть, улетит фонарь. Соответственно, если мы столкнулись с другим летательным аппаратом и падаем, все, я хочу срочно покинуть корабль. Ты берешь, отстегиваешься, сбрасываешь фонарь, выпрыгиваешь. Вот здесь уступы под ноги есть. Вот, смотри, видишь, приливчики. И вот туда можно упереться. В любую сторону, куда угодно. И дальше в полете открываешь парашют. Но я надеюсь, это не понадобится. Это не понадобится. Разгоняемся. Друзья, медленно и уверенно движемся вверх. Над нами, вот, видите, какая штука. Мотопланер. Вот, какая хрень. Видите, постамебленным лентом летает. Супер. Нравится летать до планина? На что похоже? Не на что. Не на что? Ну, правильно. Да, да. Ну, что, ты готова попробовать поуправлять? Готова. Есть маленькое волнение? Есть маленькое волнение. Хорошо. Тогда забирай ручку управления. Он даже может без управления. Вот, смотри, я сейчас руки поднял. Он тоже может поднять руки, чтобы зрители видели, что никто планером не управляет. Ну, друзья, видите, планер сам спокойно летит по кругу. Набирает высоту. Сейчас немножко принцесса начнет покачиваться, конечно. У нее эти, подгажу, колебания возникли. Она то вверх нос задрала, то вниз. Но при этом, оп, сейчас я ее чуть-чуть подправлю. И она продолжит. То есть задача пилота чуть-чуть подправлять планер. Не бороться с ним. И вот, что я хотел сказать, что у девочек очень хорошо получается, потому что они, во-первых, прикасаются к ручке нежно. Это, наверное, врожденная. А во-вторых, ну, не делают, вот, скажем так, лишних движений. Вот, получается хорошо. А плохо получается тогда, когда человек садится, планер вот так, ручку, так, ааа, ааа, двумя руками. Вот так вот, сейчас я буду рулить, сейчас я буду рулить. И тогда ничего не получается. Вот сейчас мы наберем высоту и посмотрим, как получится Ване порулить планером. Приготовились? Я сейчас буду тебе передавать управление. Готово? Да. Отдал управление. Взяла. Хорошо. Отлично. Да посмотри, ты сразу высоту набираешь в восходящем потоке. Ну, красота. Вперед летим? Вперед летим, да. Можешь носик чуть-чуть ниже, чтобы скорость была 120, она у тебя сейчас 100. Вот, хорошо. Видите, друзья, самое главное, ручку не дергать. То есть, ручку не дергаешь, и все прекрасно получается. Посмотрите, какая ручка чистенькая. Ну, потому что, во-первых, Аня, скорее всего, боится за нее энергично дергать. Но и все правильно делать. Сейчас она убрала крен, ручку вправо сама дала. Отлично. Теперь ручку еще вправо, будем вправо поворачивать. Перемещай ручку вправо, создавая крен, градусов 20. Хорошо. Вот сейчас ручка нейтральна. Все. Планер поворачивает ручку чуть-чуть от себя, на миллиметр от себя. Отлично. Убираем крен, ручку влево. О, отличный поток, я взял ручку. Молодец. Суперовский поток нашла. Гегегегегегей. Ну и все, и тем, кто хорошо себя ведет, дают потокать облако. Сейчас попробуем набрать. Видите, друзья, массивные облака уже пятый час. Поэтому половина пятого. Поэтому все потихонечку списает. Нам вот очень важно было взять хорошее местечко. Вот теперь смотри, орел. Видишь справа? Справа вон он, красавец. Над нами. Тоже показывает нам, что тут поток есть. Ну смотри, у нас прямо по курсу хорошее облако. Предлагаю тебе до него долететь. Сейчас скорость будем держать 130-140. Отдал ручку. Хорошо. Все, ты летишь. Я думаю, не все мужчины так смогут с первого раза. Это, кстати, я сказал бы, что скорее всего многие не смогут. Именно потому, что у них будет попытка максимально контролировать ситуацию. И в ручку вцепляться. Подворачиваем влево на 10 градусов. Видишь, какое облако впереди красивое? Мощное, жирное, вкусное. Вот прямо мы на него летим. Сейчас убирай крен. Носик ниже, чтобы скорость 140 обеспечить. И прямо на середину облака летишь. А пока мы так, друзья, замечательно летим, можем порассуждать как раз на вот эту тему. Про шорты, опять же. Первый вопрос, когда приглашают меня в странную страну, где в шортах ходить нельзя. Я говорю, а в шортах можно? И если мне скажут, что шорт нельзя, я скажу, да пошли вы в пень, я к вам не приеду. Просто не хочу, потому что есть огромное количество других, более цивилизованных стран. Цивилизованные в этом смысле не то, что там плохие люди живут и неправильно, а то, что общество достигло некого уровня развития, на котором оно может себе позволить ходить в шортах и уважать женщину. Второй ключевой момент, что, как правило, там, где нельзя ходить в шортах, там женщины ходят закутанные в 33... Влево на 30 градусов, подворачивай. Ага, вот так, оставляй небольшой крен. Женщины ходят закутанные в 33 шкурки, ну и так далее. Причем не они этого выбирают, а это выбирает им, ну, грубо говоря, религия этого места, традиции предков. Мне кажется, что это общество, застрявшее в Средневековье, особенно, когда начинают... А, я ручку сейчас возьму. Когда начинают рассуждать, что там еще какие-то обряды нужно делать страшные, не будем мы про них сейчас распространяться, но вы сами догадываетесь о чем. Когда там можно еще и неким образом человека вмешиваться, наверное, в конструкцию, что ли, человека. Убираешь что-то лишнее. Поэтому не должно быть такого. И в любом случае, на мой взгляд, право выбирать должно оставаться за человеком. Никаких воздействий физических до совершеннолетия на человека, там, неважно, женского, мужского пола, быть не должно. Просто потому, что это глупость. И в этом случае там люди, придерживающиеся какой-то веры, например, они за счет того, что они во что-то верят, они калечат своих детей, делая какие-то непоправимые вещи, которые потом просто исправить уже нельзя. Поэтому мы... Это я и говорю, что в здоровом обществе подобной глупости быть не может. У меня на это полный гном. Я считаю, люди могут делать все, что хотят. Женщины и мужчины. На этой оптимистичной ноте приготовься, будем сейчас облако трогать лапой. Очень добрый. Очень добрый. Очень добрый. Вводим облако. Ю-бум! Прям хватаем лапы, лапы хватаем. Отлично! Ну смотри, скоро земля появится. Пикирую. Планер настраиваем на скорость 200 км в час. 180. И я разрешаю за скоростью 180 км в час сейчас лететь. А куда я летю? Прямо. Большой гарет впереди. Все, друзья, вы видите, Аня уже спокойно гоняет через сколько там, минут 30 мы летаем. На скорости 180 км на планере руки у меня вот здесь. Отлично! Все красиво получается. Смотри слева, какие горы красивые. Давай-ка я взял ручку. Эка курс меняет на 90. Ура! Егаль! 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 Хорошо. Держи, видишь черную тучу впереди под нее? Да, скорость 80 км в час скорость. Ты скажи, как тебе ощущения от планера? Слушается он тебя? Слушается, да, он не от меня такой. Ну видите, друзья, принцессы дружат с принцессой. То есть, часто как раз не получается с принцессой найти общий язык из-за мужской грубости. Я вам сейчас поясню, что это значит. Я взял ручку. Невесомость хочешь? Нет! Мама! На секундочку. Друзья, что значит грубость? Но я больше так не хочу. А? Это того стало, но это больше не хочу. Ну вот не буду, не буду больше. Я просто не успел расслышать, что нет. Поэтому мне показалось, что да. Так, так вот, друзья, я сейчас поясню, что значит грубость на планере. Как раз мы в удачном месте под облаком. Вот смотрите. То есть, если, ну, во-первых, если планером не управлять, я уже показывал сегодня. Вот он летит спокойно. То есть, ничего не происходит. Сейчас принцесса задрала нос. Вот она сейчас его опустит, потому что она в стопор сама не пойдет. Она устойчивая. Вот, видите? Нос опустила, дальше бы она разгонялась. А теперь, вот представьте, что летит пилот, который вот так вцепился в ручку и хочет управлять планером. И он так думает, сюда! Нет, сюда! Нет, сюда! Нет, сюда! 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 Нет, нет, все-таки сюда! Я утрирую, это гротеск. Но проблема в том, что часто вот ручкой совершает вот столько хаотических движений. Я спрашиваю пилота, слушай, друг, а что ты делаешь вообще? Зачем вот, зачем вот столько вот движений, вот что ты делаешь? Он говорит, так я же пилотирую. И когда рука у человека зажата, плюс вот это вот еще махание или мошение, в общем, дергание рукой получается полная ерунда. Именно поэтому крайне важна нежная, спокойная рука, что чаще всего бывает у девушек. То есть вот они берут ручку аккуратно, без сбыточного насилия над ней. И все. И вот, если правильно показать, если правильно человека настроить, что планер, а, летит сам. То есть вот, еще раз показываю. Вот, я бросил управление, принцесса сама летит. А второй момент, что если взяться за ручку и аккуратненько делать легкие движения, например, я ручку смещаю вправо, даже, видите, я ноги с педали убрал, даже без педали все это прекрасно рулится. Вот крайне сделал крен, теперь ручку влево. Видите, это так, как, если это делать плавно, то принцесса и слушается, и плавно перетекает из виража в вираж. И получается банально красиво. Вот, что у девочки получается. Потому что они принцессу не насилуют. Так, ну что, отдаю ручку, скорость 140, вот в той красивой горе прямо по курсу летим, полетаем над облаками сейчас. Редкая обстановка, что я тебе могу еще показать, как красиво над облаками. Скорость 140. Твой планер, твоя ручка. Наслаждайся. Это, друзья, первый полет. Да. Скажи, что ты раньше не летала. Я никогда не летала. А только скажут, что вон там обманывает уважаемую. Не-не-не, я никогда не летала, это вообще первый полет. Мне нравится? Очень. У меня сейчас немножко шок идет от всего, столько впечатлений. Понятно. Но хочется... Процессор греется. Да. Но, думаю, вот если будут еще возможности... Не-не, перегрузки я... А, ты здесь получишь полетать? Полетать. Ну, не сейчас, а как бы в следующие дни. Смотри, сейчас я поясню, что у тебя будет. Мы прилетим сейчас к горке, там двойная кромка. Часть облаков образуется от воздушной массы, которая сзади, у нас за спиной, у нас южный ветер. А в этой долине северный ветер. И он притаскивает совершенно другую воздушную массу, которая образует вот эти вот облака на склонах. И сейчас мы очень красиво полетаем над облаками. Да, слушай, прям очень красивый. Я сам в удивлении. Потока восходящего здесь нет, но просто очень красиво. Вот это я называю зеленые холмы Гренобля. Это вот долина уходит в Гренобль. Здесь всегда выпадает достаточно много осадков. И вот очень красиво. И даже есть небольшой восходящий поток. Чуть-чуть нас подтягивает. Вау, посмотри, как гора вверх уходит. Вау! Друзья, это просто великолепное зрелище. Я рад, что Аня, оно досталось. Что? Видимо, хорошо себя вела. Слушалась маму с папой. Сделала кашу. Как я всегда говорю. И так далее. Объедалась кашу. А? Объедалась кашей. Объедалась кашей. Ну что, похулиганим? Не знаю, да. Мы полетели. Ой, там человек сидит. А мы похулиганим. Так. Вот так. Вау. Классно. Потому что нам возвращаться было неудобно. Ага. Да. А так вот перебрызнули через перевал. Вау. Вау. Мы уже идем туда. Наш аэродром справа далеко, а мы сейчас в районе горнолыжного курорта, где мы катаемся зимой. Называется Супер Девали Забирай ручку управления Скорость будет 150 И курс возьми ориентир какой-нибудь На горизонте, какой тебе нравится И вот туда примерно лети Вот здесь внизу перевал, посмотри вниз И катаются люди на кайтах Такие большие поляны Огромные И по этим полянам зимой на кайтах гоняют И они даже на кайтах На эти склоны куда-то там заезжают чуть-чуть Довольно красиво все Справа видишь облако под 90 градусов Вот это мы под ним были Видишь какой Да мы там были Мы же эти горы перепрыгнули с тобой сейчас Ну да Нет, перевалы которые перепрыгнули сзади А горы вот эти были Видишь как красиво Смелее сейчас, немножко сильнее можно управлять Вот, создавай крен правый Вот как раз друзья Снизу поляна, в которой кайтеры катаются Прекрасно зеленые Сейчас 18 сентября А травка зелененькая Предпределененько Убирай крен Переди тебя гора Вот так вот примерно летим Хорошо, отлично Вот таким курсом улетим Как вы видите, друзья Я не управляю Все хорошо Ой, можно хоть спать ложиться Не надо Не надо Не надо Ух ты Нравится? Да, я не верю, что это я веду А кто? Я не верю Ну вот мои руки На самом деле часто не верят, что как это Я лечу прям На самом деле, да А второй момент, что очень часто Инструктора Дусов Воспитанные Любят немножечко помогать ученику То есть держатся за ручкой Подправляют планер педалькой И в итоге Непонятно, кто летит Ученик летит или инструктор летит Это дико дезориентирует Мы используем жестко правило Или инструктор летит Или ученик Возможная ситуация, когда нужно что-то показать Например, как раз, когда ручка какая-то кривая Косая Когда ученик делает что-то не так Тогда инструктор говорит Можно держаться за ручку, прикасаться И показывает движение Мы впереди перевал не пройдем Поворачиваем влево на 90 градусов Ручку влево Да Ну не крен 90 А на угол Ручку на себя На себя сейчас На себя Хорошо И убирай крен Ручку вправо теперь Хорошо Ручку чуть от себя Нос ниже Ниже нос Еще не Ручку от себя Вперед Да И ручку вправо Вправо ручку Еще сильнее Вправо Вправо И поворачиваем теперь вправо Правый крен создавай Ручку еще На 5 на миллиметр Двини еще вправо Вот Создается крен плавно Вот так и летим Пока так и летим Хорошо 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 А теперь ручку плавно влево Еще сильнее влево Убирай крен Чтоб вы по прямой летели Еще влево ручку Все И нейтральную ручку О Изумительно Все Летим под облако Будем там высоту набирать Наверное Хочешь похулиганим Чуть Капельку Так Вот смотри Как я тебе покажу Ну и смотри Как красиво Разгоняемся по елочкам Только по елочкам И все Одним глазком Елки Походите Мы к вам Еще вот этой желтизны На деревьях не добавилось Все зеленое И елки зеленые Деревья зеленые И все зеленое Поэтому я вот это Прямо пожаю Когда все зеленое Сейчас тут чуть-чуть Нас потрясло Смотри как я сейчас Нырну носом вниз Смотри Чуть-чуточку Ну кайф Ну что Теперь ты Я тебе дам ручку А ты будешь На скорости 200 км в час 200 Лететь сама к дому Готова на 200 лететь? Прямо по курсу Да Аэродром наш Как вы видите Друзья Уже со скоростью 180 Аня прекрасно справляется Вот мои руки Летит Друзья Интервью Моя лапа здесь Видите Я не управляю Скорость Аня держит 180 км в час Ну и расскажи Как процессор Пилотируется на такой скорости Как твои ощущения? Дуберский Как интересно И даже у меня От Сейчас все слов нет Ну то есть Сосредоточено Ты же управляешь Воздушным судном Второй пилот Воздушного судна Поверни вправо На 20 градусов Потому что там аэродром Вот речка Как течет По руслу реки По руслу реки Вперед на аэродром Эгегей Всем несознательным личностям Кто говорил Что это Не дано Невозможно И получается Хуже Я могу сказать Нет Для того Чтобы сравнить Вы можете приехать Ко мне Отлетать Вот эти вот 45 минут Час Первые вводные Посмотрим Как у вас получится Они получаются Прекрасно Скорость держат Как задали 180 км в час Который Довольно Довольно приличный По компьютеру Неприличный В смысле Слабенький Но я уже буду Учитывать Что юг есть Вот видите Друзья Как хорошо Спиральку контрольную Сделать На аэродроме Хорошо Теперь я Перестраиваю Конфигурацию Планера В посадочную Сейчас Выпускаю Шасси Не будем Хулиганить Или пройти Тебя над цирком С криком Нигагеи Хочешь? А если так Пошалить Немножко Крайний разочек Один разочек Все Давай Отлично Друзья Когда разрешают Пошалить Это же Просто Прекрасно Погнали Шалить Подгоняемся 200 240 Идем по руслу реки Над тополями Красота Юху Как мы приземлимся Кабыжа низко Смотри как это делается Раз И все Я сейчас Выкидываю шасси Выкидываю Воздушные тормоза Выкидываю Закрылок на лендинг И Заходим на посадочку Нам только доложить Сэр Лоботинди Виктор Файнал Ранвейдинг Видишь какая красивая дуга Я разными дугами Прихожу Потому что это Крайне развивает Пилотирование И позволяет В необходимой ситуации Зайти как тебе нужно Все Вот мы красиво зашли Поймали ось полосы Я убрал воздушные тормоза Чтобы Подлететь поближе И Закатиться на стоянку А то иначе Мы не закатимся Ну вот мы летим Летим Еще летим Еще летим Еще Сейчас чуть-чуть Я уже Оп-оп-оп Кать-катимся В смысле Висим-висим Красивенько Проземлились И попробуем Сейчас заехать На стоянку Я уже Какой раз пробую У меня ни один раз Не получилось А сейчас На парковке Нет бланера И есть шанс Что мы Таки доедем До своего домика Вот это Вот для такой Котечки Вот это Котечки Но почти Почти Чуть-чуть Потолкать придется Фух Ух ты Спасибо Как ощущения Супер Влево посмотри Слева камера Ау Классные Ощущения Хочу опять Туда подняться Ну ты молодец Очень хорошо получилось Прям Из пяти баллов Пять Пять Видите друзья Как важно Когда Скажем так Не делаются Лишних движений То есть Минимум Информации Минимум Вмешательства В дела планера Максимум доверия Максимум доверия И планер летит прекрасно Видите результат Поэтому А доверять Уж если взяли инструктора Доверяйте ему Б Не старайтесь Сделать все И сразу Начните С маленького По чуть-чуть По чуть-чуть Получилось прекрасно Так что Вот такой показательный случай Привет всем разумным людям Которые верят Во-первых Которые ходят в шортах Во-вторых Которые верят В то что Женщины полноценные члены общества И способны делать Абсолютно то же самое Что делают мужчины Не обязательно Заставлять Заставлять Делать все то же самое Но Давать возможность Выбирать что делать Это уж точно можно Я думаю Что Разумные существа Всех полов на планете Земля С этим согласятся Ты хочешь кабануть? Ну хорошо Ну говори тогда Что с тобой было? Короче Папа и мама Дети покрепче получились Да Будет толк Да Слушай Ну отлично Прям для ролика Прям как будто На камеру работало Скажут все Что постановочное Фото Постановочное видео Нет Постановочного не было Я волновалась Очень сильно Ну вот Источнит И что Не знаю Что будет Очень волновалась Да Но было все Просто идеально И классно И Хорошо Помоешь Хайф полный получила Намного больше Чем ожидалось Хорошо Чтобы всегда Вот так Летный отец Игорь Волков Друзья Вот Вертолет А он сегодня целый день летал Да мы летали Друзья Короче Вот Вот так вот Вот Молодцы вы какие Покатал Двух прекрасных девушек А я сам себя покатала Надеюсь им понравилось Очень Огонь Спасибо А я сам себя покатала 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 Контент огонь До новых встреч Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»